В эту среду, 27 апреля, с рабочим визитом Тверь посетил полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе. Игорь Щеголев вместе с Игорем Руденей посетили отделение гравитационной хирургии крови областной клинической больницы, где пообщались с сотрудниками НИИ, которые пострадали во время пожара 21 апреля. Также полномочный представитель губернатор ознакомились с ходом строительных работ Западного моста. Тему продолжит наш корреспондент. Перед посещением больницы Игорь Руденя и Игорь Щеголев приехали на место пожара в здании НИИ ВКО. Глава региона и полпред возложили цветы, почтили память погибших минутой молчания. Затем губернатор и полномочный представитель посетили пострадавших при пожаре, которые находятся в ОКБ. Врачи отмечают у пациентов положительную динамику. Сотрудники НИИ, с которыми пообщались Игорь Руденя и Игорь Щеголев, поблагодарили медиков за внимание и квалифицированную помощь. Также слова благодарности они адресовали пожарным за их профессионализм и мужество. В этот же день полпред и губернатор ознакомились с ходом строительства Западного моста в Твери. Это мост через Горбатку, который с левой стороны. Это мост на автомобиле через Волгу. Он будет в двух направлениях, то есть две отдельные полосы. Второй мост будет идти в землянодставку, это улица, когда до Комсомольской площади. Там будет строиться, переустраиваться мост под Сапсаны. Будет делаться двойной. Вот сюда приходит восточный мост, к западному мосту сверху. Здесь кольцо большое, тоже в двух уровнях развязку потом будем сделать. На левом берегу Волги продолжается обустройство технологической площадки для сооружения третий и четвертых опор будущего моста. Отсыпка грунта и погружение шпунтовых свай устройства водопропускной трубы. Объекте продолжили погружение шпунта в пунтовую стенку. На следующий день погрузили мы 250 тонн шпунта в котлование опору номер 3. Планируем в ближайшие дни завершить эти работы и приступим уже непосредственно к работам по устройству свайного основания, опору номер 3. Выполним бурение первой скважины. Строители уже начали проводить работы на правом берегу Волги. Активная фаза работ начнется здесь через месяц. Все строительство осуществляется в соответствии с графиком. Его завершение планируется в конце 2025 года.